В текущем году планируется выдача государственной ипотеки гражданам, работающим и во внебюджетной сфере. Многие кыргызстанцы, которые работают в частном секторе, получат право участвовать в программе правительства «Доступное жильё 2015-2020». Отбирать участников из небюджетной сферы будут районные администрации в соответствии с временным положением, которое закреплено правительством. Для расширения списка получателей ипотеки подписан договор с Германским Банком развития на 11 миллионов евро. Использовать эту сумму мы начнём только тогда, когда по условиям Немецкого банка развития мы отберём пять банков-партнёров. На сегодняшний день есть уже отчёт о независимой оценке потенциальных участников в этой программе, банков-партнёров. И также есть условия, чтобы мы наняли консультационную компанию, которая поможет построить процедуры выдачи ипотечных кредитов для населения из небюджетной сферы. И в соответствии с этими процедурами мы планируем, что первая выдача у нас начнётся в первом полугодии, возможно, в мае, в июне. Не получится на эти кредиты приобрести жильё в Бишкеке и Аше. Таково условие банка, целью которого является развитие регионов. Основными критериями для выдачи ипотечного кредита выступает отсутствие жильё у заявителя и его членов семьи, доказанная платежеспособность и возраст от 21 до 65 лет на момент погашения кредита. Немаловажным фактором для госипотечной компании является то, что не менее 50% дохода заёмщика должно оставаться у него, что позволит ему оплачивать ежемесячный ипотечный кредит и в то же время кормить свою семью. Для участия в программе гражданам требуется собрать минимальный пакет документов, то есть это анкета заявлений, которые они сами собственноручно заполняют. Также требуется копия паспорта, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении детей при их наличии. И основной это справка с госрегистром о том, что у них отсутствует жильё и сделок с недвижимостью за последние три года. Все эти документы они сдают по месту жительства в местную госадминистрацию и там они уже формируют список и направляют нам. Дальше мы эти списки направляем в банки. То есть вся процедура в среднем занимает месяц-полтора месяца. То есть за этот период граждане получают возможность вступить в списки. В будущем, по словам председателя правления государственной ипотечной компании, задумано создать жилищно-сберегательную кредитную компанию. В этом направлении ведётся работа с Национальным банком и с депутатами, чтобы принять соответствующие нормативно-правовые акты. Это позволит гражданам, у которых нет возможности сразу внести первоначальный взнос, копить его в течение нескольких лет, а после участвовать в ипотечной программе.